Задайте себе вопрос, который вынесен в заголовок этого видео. Что произошло в октябре 1993 года? На самом деле, если мы внимательно посмотрим друг на друга и спросим друг друга об этом, то мы вдруг выясним, что мы ничего не знаем на самом деле. Но это еще полбеды. Возможно, то, что мы знаем, оно противоречит тому, что было на самом деле. Возможно, то, что мы знаем, противоречит тому, что знают другие. Но самое главное, что очень многие люди, они даже не задумываются о том, что что-то вообще в принципе случилось в октябре 1993 года. Мы едим детей. Да. Вы присоединяетесь к нам? Нет? То есть мы готовы на самом деле спорить с пеной у рта о каких-то событиях, там, столетней давности, чего-то там уже давно минувшего. Готовы создавать себе кумиров, которых уже нет в живых. А вот на самом деле до сих пор живы люди... Кот трогает объектив. До сих пор живы люди, которые участвовали. Участвовали в том, что, по сути, было гражданской войной. И современная Россия, она выросла на самом деле вот как раз-таки из октября 1993 года. Причем вот эти угли, они на самом деле клеют до сих пор. И я крайне рекомендую вам найти и посмотреть фильм, который называется «Белый дом, черный дым». Он был снят для канала НТВ, и я получил колоссальнейшее удовольствие. Я посмотрел его два раза. Я увидел журналистику в чистом виде. В чем его прелесть? В том, что там идет видеоряд, где фактически перемежаются интервью со свидетелями событий, которые там происходили. И эти свидетели, они представляются с двух сторон. То есть, идет, например, интервью с защитником Белого дома. Идет интервью с тем, кто этот Белый дом атаковал. И очень интересно наблюдать, как вот одномоментно эти люди говорят диаметрально противоположные вещи. И я так вопросу о том, как вообще в принципе строится исторический процесс. Потому что, ну вот вы сейчас выйдете и зададите вопрос, не знаю, десяти людям про персону, допустим, Путина. И вы, в принципе, можете с легкостью получить, ну если не 10 разных ответов, то, по крайней мере, ответы одной части будут противоречить ответы ответам другой части. Это к вопросу о том, что мы знаем на самом деле о событиях 100-летней давности, 200-летней давности, или, прости господи, тысячелетней давности. И поскольку недавно, вот буквально на днях, я провел одну из своих самых необычных экскурсий по Красной Пресне, я бы хотел показать вам отрывок из этой экскурсии, которую снял мой прекрасный знакомый Роман Сваков. Он постоянно фотографирует наши туры, вот в данном случае заморочился с видео. Я, естественно, хочу предварить этот отрывок одним замечанием. Дело в том, что, ну это вот чистой воды репортажная съемка с коленки. Поэтому не нужно там давать комментариев никаких. Там не столь важно, как это все выглядит. Гораздо важнее, о чем идет речь. И вот попытка диалога, попытка найти, ну не хочу сказать истину, но хотя бы приблизиться к ней на один шаг. Мы с вами подошли вот к этому сооружению замечательному. Вот вы даже не догадываетесь, что это и почему это. Я вам сейчас прочитаю, что это такое. Я не про эту, как бы, Стеллу, я вот про саму часовню. Часовня возближивания честного и животворящего креста Господня в память о погибших защитниках Отечества в октябре 1993 года. Построена общественным объединением Троицкий Православный Собор в августе 1996-го. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Алексея II при содействии правительства Москвы и архитектор Поляков. Вот теперь я вам хочу задать вопрос ключевой. Что случилось в октябре 1993 года? Скажите мне, пожалуйста. Расстреляли парламент. Нет, я не к тому, что фактически, а кто против кого, что там было-то. Вот я вам сейчас расскажу, сейчас все понятно. Вот были царские войска, были рабочие. Вот они друг с другом воевали. Ну, то есть все понятно, никаких вопросов нет. Ну, то есть нет, вопросы есть, но концептуально все понятно. В октябре 1993 года что случилось? Концептуально кто против кого был? Парламент против правительства. Хорошо, а я имею в виду, кто что защищал тогда? Советский Союз, парламент. Советский Союз защищал парламент. Ельцин свою власть. Ельцин свою власть? Тогда вопрос, внимание. Если парламент защищал Советский Союз, а что? Конституцию. Конституцию. Вот, уже началось, уже поплыли, да? Так Советский Союз или Конституцию? Советского Союза уже не было. Конституции вообще. Хорошо. Советский Союз... Ну, я имею в виду идеи, да, Советского Союза? Идеи Советского Союза. Хорошо. А почему тогда защитникам Отечества и Советский Союз и православная церковь, она как-то... Ну, или как? Ну, Алексей разруливал их. Ту и ту сторону. Он участвовал как переговоры, как посредник. Ну, хорошо. Погибли, кстати, с обеих сторон люди. Да. Да. Ну, просто единственное, что, конечно, со стороны Белого дома побеги больше, но с той стороны тоже погибли люди. Почему тогда здесь только защитникам Отечества... Это каким защитникам Отечества? А это, которые заедут. Которым победили. Нет, какого Ельца? Всем, всем. Всем защитникам Отечества? Ну, то есть, вы понимаете, что, как бы, ничего не понятно? Размойное. Вот что это... Да, нет. Ну, это сейчас понятно, что всех амнистировали и так далее. Но, как бы, я не понимаю, например, что это такое. То есть, это кому? Всем. Всем. Хорошо. Всем это хороший вариант. Мне нравится. Да. Но, вы понимаете, для того, чтобы разобраться, что это всем, нужно как-то пройти такую многоступенчатую какую-то историю. Просто получается, что защитникам Отечества, но при этом, получается, что защищали с обеих сторон. И те, и те. Да, и те защищали Отечество, и эти защищали Отечество. И так они бурно защищали Отечество, что дохли люди с обеих сторон. И, кстати, готовы были растерзать. Ну, больше, конечно, защитников Белого дома, на самом деле, более готовы были растерзать. Но и там тоже были, там же были Ирне эти, вот, например, фамилия Баркашов, вам что, не говори сейчас? Да, ну, хорошо, что вам говорили. Как бы свастика на красном фоне, это очень известная эмблема с 90-х, по-самому. Я помню, у нас там практически... А он был среди защитников Белого дома. А вообще сборная Солянка уже была. Вот, сборная Солянка, это крайне важный момент. Но, тем не менее, я возвращаю к начальному вопросу. Что случилось в октябре 93-го года? Кто что защищал? Итак, давайте вот сейчас попробуем все-таки решить. Здесь, сейчас. Вот мы все с вами собираемся, ну, взрослые, адекватные люди, да. Мы там, никто сейчас не будет вцепляться. Это не комментарии под моим роликом. Мы вот все, да, то есть девочки читают комментарии под моим роликом, поэтому она сразу оживилась. Нет, ну вот серьезно, вот у вас сейчас есть возможность, да. Вот у вас сейчас есть возможность попробовать, ну, как-то вот понять. Происходившее. Потому что это же, мы были там, ну, то есть мы еще это помним. Я вам рассказываю про события 1905-го года, которые копья ломаются до сих пор. А вот, ну, события не так давние. Вот, соответственно, что там было? Кто против кого? Разборка двух организованных правительственных группиров. Ну, это, в принципе, близко, на самом деле, к истине. Идем на советский, да, советский. То есть все-таки советский союз. Нет. Когда их выбрали. Стоп. Соответственно, во главе защитника Белого дома стоял ныне здравствующий Александр Руцкой. И Хасбулатов. Да, двое. Да, они все здравствуют, на самом деле, что поразительно. Они все здравы. Кстати, Руцкой, хочу сказать, Руцкой мужик огонь. Про него есть документальный фильм на телеканале «Звезда» моим любимым, который любит тырить периодически мои ролики. И если канал РНТВ тут в последнее время я начал пару раз написал, можно ли использовать, то эти не. Нафиг. Так вот, Руцкой, он боевой летчик. Он летал в Афганистане. Его сбили один раз. Он упал, у него был компрессионный перелом. Его, причем, вытаскивала афганская армия. И пока она его вытаскивала в ВТР, его еще успели ранить два раза. После компрессионного перелома люди, в общем-то, жить-то не очень хорошо могут. То есть, там отнимаются конечности нижние. А что он сделал? Он вернулся в авиацию. То есть, он своими, соответственно, действиями добился того. Причем, как он сам разгарил интервью, когда... Ну, его не хотели пускать туда, естественно. Когда там его лечащий врач сказал, ну ладно, сейчас я тебя в центрифугу запущу, вот где центр подготовки космонавта. 10 атмосфер выдержишь, пойдешь. И он говорит, а он впаял ему 15. Он говорит, у него такой синятища был на спине, но он выдержал и вернулся. Его сбили второй раз. Его сбили второй раз. Причем, это уже был закат всей этой афганской истории. Дело было вблизи границы с Пакистаном, а там было запрещено летать официально. Как потом выяснилось, его сдал один из своих же. Его потом пристрелили. И он попал в плен, значит, сначала к маджахедам. Когда пакистанская сторона выяснила, кто к ним попал в плен, они быстренько мобилизовались, потому что это за него там большие бабки прилагались. И отбили его у маджахедов. И прилагали ему там, соответственно, вербовка там была, тря-ля-ля. Он это все отказался. Ну и в итоге, его там два раза или один раз выводили на расстрел там, соответственно, имитировали это все. Но он не сдался его. То есть вот такой мужик. И при этом есть кадры, где он истерично орет в телефоне, типа, я обращаюсь ко всем там военным, коим летчикам, вылетайте, тря-ля-ля-ля. И потом он уже спокойно говорит, спустя много лет, ну да, говорит, это были эмоции. Это были эмоции и так далее. То есть вот такой человек, да, ну, то есть Рэмбо отдыхает и нервно курит в сторонке, на мой взгляд. И так вот слушаешь его, ну, в принципе, очень такие здравые вещи говорит и так далее. Конечно, он был очень популярен. Так вот, ну вот уже, понимаешь, уже, уже какой-то, уже какая-то непонятная. Вот часовня в честь защитников отеялись, что пойдем дальше. То есть, как вы видите, в современном мире, в современном российском мире, есть полное идеологическое размытие. Мы до сих пор не понимаем, что было, как было, почему оно было. В фильме, о котором я сказал, есть совершенно замечательный персонаж по фамилии Коржаков. Вот, мне кажется, он олицетворяет вообще все, что происходило, происходит и будет происходить в нашей стране. Он с умилительной улыбкой рассказывает о том, что, ну, там, журналист говорит о том, что у него был приказ убрать Рудского и Сбулатова. И он шел в этот белый дом с пистолетом в кармане, чтобы этот приказ выполнить. И он вот так вот, знаете, хи-хи-ха-ха говорит, ну, как бы да, но нужно же было местечко для этого найти, это же просто так не сделать. А они были закрыты своими защитниками, да, то есть там были люди вокруг них. Их было вот так вот легко не пристрелить. Перед этим он с такой же легкостью рассказывает, что был план обезвредить парламент, то есть залить его газом, причем по одним источникам это был один газ. Он говорит, что это был просто слезоточивый газ, который, ну, вот он опять-таки это так говорит, как будто речь идет о том, что им бы там каждому по шоколадке выдали, они бы ее откусили, ну, немножечко там их замутило бы, их вывели под белые рученьки. Нет, просто слезоточивый газ, ну, и уже были приготовлены автобусы, куда их должны были отправить. И все это вот так вот непринужденно, со светлой улыбкой на лице. А затем следует пассаж Бориса Николаевича Ельцина, после которого, если честно, вообще задумываешься о целесообразности устроения музея его имени в городе Екатеринбурге, в котором я, собственно, был. И который мне на самом деле понравился именно с точки зрения технологии, как он сделан. По содержимому есть определенные вопросы, но вот с точки зрения того, как должен выглядеть современный музей, никаких вообще претензий. Сделано все очень круто, но вопрос о том, ради чего это сделано. Но еще более угненный замес этого всего, то что место действия, оно вот буквально, понимаете, оно исторически насыщено идеей восстания. То есть все основные события Красной Пресни происходили там. Дело в том, что за Белым Домом располагается сад, где раньше находилась фабрика Шмидта. Ее раздолбали целиком и полностью. И вот теперь там этот вот замечательный сквер с этой вот непонятной часовней. А за ней находится тоже монумент. Можно, конечно, погуглить, но я вот хочу воззвать к коллективному разуму, чтобы вы мне подсказали, вот 1920 год это все-таки дата установки или что? Ну, понятно, что логично предположить, и я, скорее всего, в этом убежден, что это год установки. Но мало ли вдруг, потому что формулировка на этой стеле совершенно непонятная. То есть там идет 1905 год, а дальше 1920 год. И никаких пояснений. Готов предположить, что это на самом деле стелла установленная... Ну, надо погуглить, конечно, но стелла установленная в рамках Ленинского плана монументальной пропаганды. Я тут снял выпуск, на самом деле, про него скоро выйдет. Но если это не в рамках монументального Ленинского плана монументальной пропаганды, тогда это тоже, я не понимаю, это надпись, что это такое. То есть декабрьское восстание на Пресне, декабря 1905 года, декабря 1920 года. Нет, я еще раз говорю, если это в 2020 году поставлено, то вопросов нет. А если не в 2020? Ну, я не знаю просто. Ну, я к тому, что вот, видите, у нас какая прямо сочленение такое прямое. То есть там у нас часовня, тут у нас вот это вот дело. То есть получается, что у этого места есть некая наследственность определенная. То есть я не вижу в этом абсолютно никакой мистики. Тут, конечно, можно наградить разных теорий. И, в принципе, если бы я назвал там свои туры, там, не знаю, революционная мистика Красной Пресне, то это вызвало бы еще больше, наверное, ажиотаж. Но нет. Я думаю, что это просто так совпало. Вот эта вся территория, то есть вот здесь и вот там, вот туда дальше, вот здесь уже был самый центр восстания. То есть вот что на хитровки я водил, мы приходим, а там, значит, такая хипстерская атмосфера. Один раз, вот мы его, я помню, ходили там, вообще-то люди нацевали, да. А раньше там, если верить Гелеровскому, я уже не знаю, ну, разве что мыши не дохли. Вот. То же самое и здесь. Видите, какая сейчас мирная атмосфера, а когда-то здесь лилась кровь и так далее. Это было время, когда, то есть я хочу вам напомнить, 17 октября 1905 года был подписан манифест. То есть Витте, ну, не то чтобы выбил, да, но, как бы, так получилось, что он был ответственен за подписание этого манифеста 17 октября 1905 года. Этот манифест даровал свободы. И он даровал самое главное. То есть вот я всегда... Какой тут вопрос-то я буквально когда-то вчера просто задавал. Задавал я вопрос. А, вот какой вопрос задавал. Значит, в Петербурге, в Москве, кстати, тоже, но в Петербурге больше, там очень много из домов, и на них такие таблички совершенно неприметные. Там написано, например, здесь в октябре 1905 года собирался союз учителей. Вот мемориальная доска. И вот я задаю вопрос экскурсантам, и этот же вопрос я адресую вам. А, собственно, что должна означать эта доска? Ну, то есть, как бы, ведь с таким же успехом можно поместить, что здесь, в принципе, там был клуб из фингеров, или там, не знаю, тут вот Вася поженился на Лене. То есть в чем такая уникальность того, что здесь собирался союз учителей, и вот на другом доме тут собирался союз типографских работников. В чем замес? Почему такие доски висели? Что они означали? Фессиональные союзы. Ну да, профессиональные союзы. И чего? Слушай, дали, наверное, просто будущее. Будущее, будущее. Вот. Почему они были запрещены до октября 1905 года? Вот такое было невозможно. Оно, в принципе, по закону и сейчас невозможно. Но поскольку я вас не агитирую за Навального и за всех остальных, то, в принципе, нормально. Я вас агитирую просто отдавать мне квартиры и своих молодых дочерей. Разрешите начинать? Да, в принципе, вы можете показать пример, там, так сказать, нотариально заверенную какую-нибудь копию предоставить. Соответственно, да, было запрещено. Но любые официальные собрания, любые союзы, любые. Еще слово какое главное? Нет, персонально понятное. Партии. Ребята, партии. Любые партии были запрещены. В то время, как там, на загнивающем Западе, уже все целое пахло. И крайне интересно еще проводить параллели между проведением реформы в дореволюционной России и вот в Ельцинскую эпоху. О чем, как мне кажется, я довольно внятно рассказал, опять-таки, во время этого пешего тура. Совет рабочих депутатов, его надо арестовывать. Но, ну как это сделать? Ведь объявлены свободы. Объявлены свободы, то есть, если сейчас мы как бы дадим назад, то это же, что же получается? Это первый момент. А второй момент, и это ключевой момент во всей истории нашей России, это касается и реформы Александра Второго, это касается и манифеста 1905 года, это касается и событий начала 90-х годов прошлого века. Сейчас налево по этой лестнице. Считается, что сейчас мы примем какой-то закон, запустим реформу, и все вдруг заиграет такими веселыми красками. Вот оно все устаканится моментально. То есть, вот все было плохо, а станет все моментально хорошо. Но проблема в том, что процесс реформ, здесь мы приостановимся ненадолго, чтобы не растягиваться, процесс реформы – это процесс долгий, мудный и, самое главное, мучительный. И самое главное правило, если ты его запустил, тебе ни в коем образом, ни коем образом нельзя их тормозить. Тебе ни коем образом нельзя их, как бы, ну, туда подальше. Нельзя их, нельзя устраивать процесс контрреформ. Потому что тогда будет еще хуже. Ну, то есть, грубо говоря, ты людям там дал пряничек, потом отобрал, искал, вот вам вместо пряничка сухарик. А люди уже вкусили пряничек. Уж тогда уж держи, уж тогда уж на сухарях. Ну, это плохо, но это, по крайней мере, в этом есть какая-то там система. А если ты ему отнимаешь сухарик, даешь пряничек, а потом отнимаешь пряничек и даешь сухарик, ну, соответственно, уровень недовольства относительно того, что был на уровне сухарика, он возрастает в десятки раз. Это, собственно, и произошло. И вот у нас сейчас есть наша страна Россия, которая живет совершенно... Вот мы живем, мы совершенно не понимаем, что среди нас есть люди, которые стояли по обе стороны баррикад. Один из положительных моментов, если можно таково и найти, заключается в том, что действительно была объявлена амнистия, и действительно вот эту вот гражданскую войну ее удалось загасить в зародуше. Рудской после этого, как вы знаете, занимал посты государственные и немалые. И это все равно, что, ну, я даже не знаю, возможно, это будет передергивание и преувлечение, как если бы генерал Мин, командовавший Семеновским полком, и Медведь Соколов, глава максималистов, так уж судьба распорядилась, что и тот, и другой отбыли на небеса, один в результате теракта, другой в результате, соответственно, казни, вот они бы остались живы и занимали бы какие-то государственные посты, и, может быть, даже иногда пересекались, ну, так вот, с неохотой пожимая друг другу руки. Но самый главный вопрос, который я задавал в конце нашей экскурсии возле памятника Столыпину, заключается в том, что... что нам делать вот со всей этой историей? То есть, имеет ли смысл ее копошить и выяснять, кто же там на самом деле был прав, кто же там на самом деле виноват? Каким образом получилось так, что монархисты, защитники идеи Советского Союза, защитники национальной русской идеи оказались в одном месте и защищали Белый дом от защитников так называемой демократии, которым напели в уши, что там засела, не знаю, фашистская банда. И, к сожалению, на самом деле, отчасти они были правы, потому что, ну, РНЕ, извините меня, это все-таки не пионерская организация. Где вы в последний раз вот такую видели? Под этими флагами стояли защитники Дома Отечества. И действительно, это правда. Защитники Дома Отечества стояли как под флагом советским, ну, что эти такие круглые глаза, так оно и было. Там был священник среди них, который потом, когда... Вот это уже более поздний стенд, начали 2000-х. Значит, там был священник, который рассказывал такую историю, что там у них, им отрубили электричество, да, они там от подстанции своих, собственно, питались. Продукты, значит, у них заканчивались, но при этом они не голодали. И там у посудобоек, например, горячая вода, они сбунтовались. И священник пришел, и они говорят, что нам батюшка скажете? А батюшка взял и сам стал басу думать. Вот батюшка, понимаете, гениальный человек на самом деле. Поскольку я люблю задавать вопросы и на своих лекциях, и на своих экскурсиях, я бы хотел, чтобы вы, ну, тоже смогли погрузиться в атмосферу моих пеших туров и, может быть, даже параллельно попробовали ответить на эти вопросы, которые я адресовал в данном случае своим экскурсантам. Просто сегодня я буду вам задать массу вопросов, потому что я вот готовил этот тур, а я его переделал три раза. То есть я сначала хотел вас вести одним образом, потом решил вести вас другим образом, потом решил, нет, я вообще поделюсь все на два, и через две недели мы будем с вами встречаться тоже в пятницу, но только уже на метро улица 95-го года, и мы пойдем на Красную Плесню с другой стороны. Потому что мы просто за один поход ну, тупо все не охватим. То есть до треугольного менюфактура мы точно не дойдем. Вот. Но я, по крайней мере, сегодня вам покажу основные там какие-то точки, одни из основных точек. Я не смогу вам показать... Вот так, надо туда идти. В общем, тут есть такой волк в переулок, он как бы с другой стороны находится, там находился дом Байложникова, у которого Владимир Мазурин со своей компанией пристрелил. Его я вам не покажу. Но начать я хочу, значит, с вопроса, опять-таки, вот, вы же все, наверное, были на этой станции метро, или, может, кто-то не был? Не стесняйтесь, мы все свои. Я тоже когда-то здесь не был, я не местный. Значит, посмотрите на эту статую, скажите, что с ней не так. В каком смысле не так? В прямом смысле не так. Где художник ошибся? Ой, какая-то граната в руке. Граната в руке. Ну, молодец, все правильно, че? Граната, ну, у него была граната, но она была не такая, на самом деле. Тогда на Красной Пресне использовали гранаты под названием македонки. Они кругленькие, совершенно правильно, Лена, они кругленькие. Эти македонки, образцы их, есть в музее, к которому я вас, на самом деле, скоро подведу. А здесь она у него, посмотрите, какая. Прямо вот, я не знаю, как вот на... Вторая мировая. Да, Вторая мировая война. Просто, понимаешь, граната-то граната. Таких гранат не было. Но, естественно, как бы всем по барабану, потому что, что он сжимает в левой руке, я могу только догадаться, то ли это тряпка, то ли это листовки, то ли это, я же даже не знаю, что. Вот. А у основания его мы видим кусок, я не знаю, там рельсины или что это такое, да, то есть это, соответственно, останки баррикад. Вокруг Белого дома разъезжал БТР, который был, знаете, как прозвал? БТР Геббельса, и там играло две песни. Значит, эти «Летние дожди» Аллы Пугачевой, и вот вторая, ну вот мне даже интересно, вот какая вторая песня играла из этих репродукторов? Какие ваши, какие версии, в общем, были? БТР Геббельса. Ламбада, Нирвана. Нирвана, Нирвана, Нирвана. Путана, Газманова. Самое интересное, что если опять-таки верить вышезаявленному документальному фильму, господин Прокошов ныне является священнослужителем. То есть вот такие кульбиты судьба делает. Судьба делает кульбиты, когда Зайцев, наш ветеран, спецвойск, глава отряда Альфы на тот момент, затем приезжает в гости к священнику в Тверскую область, который точно так же участвовал в этих событиях, и они вместе беседуют и обсуждают дела минувших дней. Показательным моментом является крещение некоторых коммунистов под занавес обороны Белого дома уже внутри стен этого Белого дома непосредственно. Ну то есть в наше время, когда вся вот эта марксистская, левая коммунистическая и прочая идея, она идет в полной оппозиции с идеей религиозной и в общем и православной в частности, вот думать о том, что буквально недавно эти люди сражались бок о бок, ну я даже не могу подобрать такого термина, который описал бы эти ощущения. Так вот мысля, которая не понравится на самом деле многим, мне кажется, что проехали. Вот просто взяли и проехали, и начали жизнь с чистого листа. И это единственный правильный выход из сложившейся ситуации. И мне кажется, он наглядно показывает, что тем не менее мы готовы к определенному примирению, потому что сейчас у нас, я об этом снимал и не один выпуск, сейчас у нас идеологическая яма. У нас есть наследие имперское дореволюционное, у нас наследие фактически тоже имперское, только постреволюционное. Как его поженить, никто не знает. Вот вам конкретный пример. Когда люди во имя некой идеи, опять-таки, что это было за идея, до конца так и непонятно, тем не менее смогли объединиться и сражаться бок о бок. Ну, то есть, мы можем, мы умеем в случае какой-то тотальной опасности. Парадокс заключается в том, что опасность эта исходила от демократии, которую Коржаков, опять-таки, умиляясь, говорит, ну, молодая демократия, ну, она защищается как может. И какое счастье, что вот эти события не развернулись до масштабов сначала Москвы, а потом России. Да, отголоски их были в тех или иных уголках нашей родины, были Чеченские войны. Не могу не сказать за себя, что когда я пребывал в музее Ельцина, я вспоминал, как Борис Николаевич Ельцин сдал специальный указ, согласно которому все выпускники профессиональных технических училищ выпускались не летом, а осенью. Я тогда учился как раз-таки в таком профессиональном техническом училище и должен был после его окончания поступить в лесотехническую академию. Но мне не дали сделать диплом. Вместо какого-то там резного комода я должен был делать просто шкаф из ДСП пилить. И меня выпустили в феврале. Было это сделано для чего? Для того, чтобы я подпал под весенний призыв и отправился на встречу светлому будущему в Чечню. И, в общем-то, двое моих сокурсников там побывали. Слава богу, они вернулись живыми и здоровыми. Но насколько это все-таки был циничный акт. И вот этому человеку возвели музей в городе Екатеринбурге. А напротив, возвели памятник Николаю II. То есть, согласитесь, есть о чем задуматься. Тут, кстати, вы знаете, какой фильм-то снимался, да? У тебя бригада, а у нормальных людей Москва слезам не верит. Тут в этой высотке как раз вот квартира этого профессора. И там Муравьева, соответственно, зажигала напалмом. Вот так все неоднозначно. Но поражает то, что для большинства людей, которые живут в нашей стране, которые смотрят всевозможные ролики на YouTube, потребляют огромное количество контента, все очень просто. Все просто, как вообще. Я вот произнес во время экскурсии фразу, которая вызвала фурор. Мне один человек написал, что чем дальше ты от Сталина, тем ближе ты к Гитлеру. Вот это, мне кажется, как раз пример тотальной идиотии, которая, ну вот, такие загонят нашу страну туда, откуда она еле-еле выкарабкалась. Ну а по итогу, собственно, вот этой экскурсии по Красной Пресне будет вторая часть, только с другой стороны. Тоже в пятницу в 20.00 мы пойдем от станции метро улицы 905 года. На следующий день я тоже расскажу про некоторых замечательных персонажей, про таких, как Лермонтов, Литвинов, Чаадаев, Софья Львовна Перовская, Владимир Маяковский, и все это в таком адском клубке, замешано вокруг Красных Ворот и Басманной улицы. В Петербурге мы будем гулять по Васильевскому острову и его проходным дворам. Мы будем гулять в тех местах, где убили Павла Первого и где, в общем-то, должны были второй раз покуситься на Столыпино. И там тоже пройдем по некоторым проходным дворам. Будем гулять по проходным дворам на Староневском, и я покажу на Тележной улице, где, собственно, была квартира, куда принесли бомбы, которыми, собственно, и был убит Александр Второй. Информацию об этом все вы можете найти в моей группе ВКонтакте, вы можете найти у меня на сайте, вы можете найти в моем аккаунте в Инстаграме. 3 октября я прочитаю лекцию в Нижнем Новгороде о дедушке русской инженерии Августине Бетанкуре. Ссылка есть в описании под этим видео. Ну и напоминаю, что идет набор в Берлин и Париж. Конец октября, конец ноября – это Берлин, конец января – это Париж. Если вам это интересно, пишите мне на электронный адрес, который я окажу вот там, либо в социальной сети предпочтительной ВКонтакте, ну или в Инстаграм. На этом все. Оставляйте комментарии. Увидимся. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok